У меня нет совещаний. У маршала совещаний нет, у маршала беседы. С генералами ты не садишься, не записываешь договоренность, ты просто беседуешь. И там нет расписания, это спонтанная работа. Ты не по расписанию с ними беседуешь. А генералы, если у них беседы, а не совещания, плохой генерал, у полковника, у майора, у лейтенанта это должны быть совещания. Совещания это целая у меня структура совещаний. Там обязательно должен присутствовать контролер. Обязательно там это должно быть ППД. Посидели, потрындели, договорились, а не ППР. Посидели, потрындели, разошлись. Это у непрофессионалов шарашкиной конторы, у них ППР все совещания. Вроде хорошо посидели и договорились, потом через неделю встречаемся. Никто ничего не сделал. А профессиональная компания это ППД. Посидели, тоже потрындели, но договорились, договорились. Результат каждого совещания это список договоренностей. Я когда операционно работал, не стратегически операционно, один раз посчитал, что я за день 400 договоренностей создал. 400. С утра до вечера, в 12 часов были совещания, в таком быстром режиме. Обсуждаем, договорились, обсуждаем, договорились. А все договоренности записываются. Контролер, у меня нет времени, сидит контролер на совещании, записывает договоренность. Договоренность это когда? В письменном виде обязательно. Что должно быть сделано? Кто должен сделать? И когда? Четыре критерия. Если один из этих четырех критерий нарушен, это ППР, а не ППД. Даже что, кто, когда и не записали. Запишите себя. Есть одно из самых главных правил бизнеса. Все, что может быть не сделано, будет не сделано. Еще есть одно правило. Меня сейчас поймут те, у кого бизнес. Если ты в своем бизнесе куда-то не погружаешься какое-то время и думаешь, что там все хорошо. И потом, только ты туда погрузишься, и там окажется жопа. Это всегда работает. Вот вы должны знать эти правила. То, что может быть не сделано, будет не сделано. Поэтому обязательно в профессиональной компании существуют контролеры, которые не дают не сделать. Пример. Мы договорились с моей помощницей, что она мне в 9 утра будет там такой-то отчет посылать. Каждый день. Она не знает, может это быть не сделано и нельзя. Если она не знает, она это не сделает. Это все люди такие. Это я такой, это вы такие. Мы не делаем то, что может быть не сделано. Поэтому она в 9 неделю не присылает договоренности. Но в 9.15 мой контролер ей звонит или пишет, говорит, у вас есть договоренность, что в 9 утра ты послала? Ой, ой, я забыла, сделаю. Все, она делает. И потом она понимает, что подводная лодка, не убежишь. Точно нужно каждое утро это делать, потому что нельзя не делать, потому что есть контролер, есть договоренность, который всегда проверит. И люди начинают делать только тогда, когда нельзя не сделать. Если можно не сделать, будет не сделано.